Добрый день! Пришел мне вот такой фонарик фирмы Хагсба. Небольшой фонарик на две батарейки 3А. Модель называется XP2. Имеется тоже XP1, но она под одну батарейку, так как отличий у них нет. Светодиод KRI XP2R3. 85 люмен заявлено. Цвет черный 28 грамм. Две батарейки 3А. Попробуем поставить батарейки, посмотреть как он выглядит. Стоил он около 5 долларов. Оставляется в простой вот такой картонной коробочке и пленочки-пупырки. Так он выглядит. Здесь название у него XP2. Больше ничего нету. Клипса такая в принципе большая достаточно, но не очень тугая. В меру нормальная клипса. Думаю спадать не будет. Здесь у нас алюминий должен быть. Не помню он по размерам сколько. Можно померить сколько по размерам. Размером где-то 13,5 сантиметров. Длинный светодиод. Отражатель. Такой больше похож на апельсиновую корку, чем гладкий. Не ярко выраженная апельсиновая корка. В принципе сделано аккуратно, точно. В принципе стоит на хвосте не очень хорошо стоит. Видно кнопка все же задевает. Здесь под темлячок отверстие. На голове стоит хорошо. Раскрутим, посмотрим что здесь у нас есть. Здесь ничего особенного. Пайка вроде грубовато, но аккуратно. Резьба не анодированная. Не здесь по-моему. И не здесь должна быть не анодированная. Да, анодировки нету. На хвосте у нас пружинка. Сам достаточно. Ну такой. Не очень легкий. Среднего вес у нее. Резьба аккуратненько. Все закручится. Водонепроницаемый IPX6 у него всего лишь. То есть мочить особо не стоит его. Давайте попробуем включить. По-моему всего один режим. Нет выбора режимов. Если сравнивать. У них есть похожий. Танк 007, ПА 02. В принципе характеристики у них похожие. Ну, танк получается чуточку поменьше. И танк потяжелее тоже. Сейчас он с батареечками. Заметно тяжелее. Можно даже взвесить. Ну, с учетом, что здесь он с батарейками. Батарейки одинаковые стоят. Вот с батарейками он получается почти 50 грамм весит. Это с батарейками. 51 грамм. 51,5 грамм. Это даже меньше танк весит. Хотя так вот визуально даже больше весит. Ну и все. Давайте включим. Всего один режим. Какой цвет у него. Кому будет интересно, подписывайтесь. Я позже, позже сниму видео, как он будет в подъезде. И сравниваю вот с танком у танка. Три режима. По-моему, яркий, слабый. Нет, слабый. По-моему, включается он всегда. Нет, запоминает. Не помню уже. Вот максимальный. По-моему, тоже 80 люмен у него всего. Если вот так вот сравнивать с одной высоты, то здесь лучше более ярко выраженный. Ну это надо будет день в подъезде снять видео. Какая у них будет разница. Ну у танка есть выбор режима. Вот средненький и совсем слабенький режим для экономик. Ну танк стоит в районе 15 долларов. Там от 10 до 15 продается он. Этот же, по-моему, от 5 до 8 долларов стоит. То есть два раза дешевле он. Будут вопросы, задавайте, отвечу. Ну хочу потом видео снять в подъезде, как он будет. Да, вот здесь, наверное, потому что светодиод глубже посаженный на этом фонаре. На танке, по-моему, здесь инструкция у меня как раз под рукой. Светодиод стоит АСРАМ 90 люмен. И у танка IPX8. Ну там более красиво, конечно, сделано. Хотя и этот неплохо сделал. У танка клипса поменьше. И нету под темляк. Здесь уже можно что-нибудь подвесить. На руку темлячок повесить. Если будут вопросы, задавайте. Отвечу. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Продолжение следует.